Послание евреям. Мы читаем два текста. С 13 главы 14 стих. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Читаем из 11 главы, это уже послание, 9 и 10 стих. Верою обитал он на земле, обитованный, это Авраам, как на чужой, и жил в Шатрахс, Исааком, Иаковом, с наследниками того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Также читаю я 13 стих по 16 этой же главы. Все сии умерли в вере, не получивши обитований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И я буду говорить на тему три вопроса. Украинские три питания, три вопроса. Конечно, все мы имеем вопросы. Все. Бывают разрешимые, бывают неразрешимые. Даже Иисус, когда висел на кресте, тоже задал вопрос. Правда? Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Все мы имеем вопросы. У нас наша наименьшая внучка, она часто у нас бывала. И знаете, у меня есть один вопрос. Таинственный вопрос. Неразрешимый вопрос. И она все хочет узнать, никак не может узнать. А именно, почему у дедушки и бабушки зубы вынимаются, а у нее нет? Она не может это понять. Ну, я скажу, дай Боже, чтобы ты не понимала. Вы знаете, недавно один брат рассказывал мне одну аллегорию маленькую. И говорит, подслушал, как сотня, пятьдесятка и доллар разговаривали между собой. И сотня говорит, я бываю на богатых банкетах. Я бываю в дорогих готелях. А пятьдесятка говорит, я тоже там бываю и вижу тебя. А доллар говорит, а я бываю только в церкви. Но мы скажем сотни, добро пожаловать и в церковь. Правда, нет? Не будем обижаться? Дорогие, не удивляйтесь, когда и так надо сказать. Пусть Бог благословит. И вот, дорогие, я здесь прочитал эти два текста. Имею важное слово. Я хотел бы немножко заглянуть в прошлое, потом свести, я говорю, то, что пережит о нами, и потом прийти к этой проповеди. Был 1941 год. Мы жили в окрестностях Харькова. Против нас, через улицу, жила моя тетка, старшая сестра моего отца. У нее сын был, где больше детей, но один сын был 20-летний. Мне было тогда 15 лет. Он был ярый комсомолец. Работал он, кто знает, в Харькове авиационный завод 135-й. И имел ответственную работу контролер радиоустановки в военном самолете. И однажды, как мой отец, его дядя, он, знаете, не мог делиться тем другим, но шепнул моему отцу, говорит, война будет. А как ты знаешь, приезжал Хрущев и сказал, соберем урожай, это было ранней весной, в марте месяце. Соберем урожай и идем освобождать Европу. Строим от Карелии до Черного моря 900 военных аэродромов. Через пару недель приезжает министр тяжелой индустрии, Каганович, говорит то самое. Соберем урожай и идем освобождать Европу. Немцы были, застряли в Греции, в Ярославии и располагали, что скоро не выйдут. И плановали. Все было подготовлено, готовились. Ну и, конечно, немцам не было выхода, узнали об этом, и они напали раньше. Напали. В Советской Армии в те времена, можно сказать, почти не было солдата, в родстве которого кто-то не расстрелял в казематах ГПУ, НКВД. Не было солдата, которым в семействе или родстве кто-то не умер с голода или не сослан в Сибирь. Правда? Мы это знаем. Старцы знаем. И вот, знаете, когда двинули немцы, люди ждали освобождения. Армия сильно и в великом множестве сдавалась. Я помню времена, что в один день один немецкий солдат брал в плен по 700 и по 800 советских солдат. Это не сказка. И, знаете, советчики ничего так не хотели от немцев. Только одного хотели, очень хотели, чтобы немцы установили наступление. И вот, когда забрали Харьков в октябре, они это сделали. Остановили наступление. И мой отец говорит, теперь немцы не в стоят. Когда в 1967 году Израиль вел шестидневную войну, они применили блицкрик или молниеносную войну. Я видел, смотрел, и в Израиле было старое оружие. Французские броневики. Советы снабдили египтян, сириан модернейшим оружием. Но вы знаете, как я сказал, пожарное оружие, оно паника. И Бог навел на арабов такую панику, что они не успевали бежать. Израильтяне гнали их день и ночь. Но, дорогие, я не говорю о политике. Я имею духовную аппликацию. Первый вопрос из этих трех вопросов очень важный для нас в верующих. И это вопрос, где мы? Мы здесь читали, те люди, которые шли перед нами, верующие люди, божьи люди. Они знали, что они временные на земле странники и пришельцы. В том числе и наш отец Авраам. Имея все, и золото имел, и серебро, все имел. Но он ожидал города, который художник и строитель Бог. Хвала Господу. Они все о себе говорили, мы странники. Первый вопрос. Братья и сестры, где мы? Первый вопрос. Где мы? Мы задаем этот вопрос себе. Ответ на пути. Мы поем песню, вот уж многие святые перешли к тем берегам. Но мы еще не перешли. Мы перешли порог Нового года. Но мы еще не перешли. Мы еще не в Божьем Банке Небесном. Я часто упоминаю моего друга, который вымолил меня, брата Алешу. Он уже там. Не один раз мне снился. И другие братья, многие. Но мы на пути. И вы знаете, что враг хочет? Чтобы мы остановились. Вот мы прибыли в Америку, нагрели место. И вот что нам надо. Вот это он хочет. Я говорю духовным братьям. Я не говорю, и чтобы вы не поняли меня превратно. Я не говорю о переселении. Это не мое дело. Если нужно, то это в Богу строить. Я об этом не говорю. Я говорю в духовной аппликации. В духовном смысле. Дьявол или враг так ничего не хочет. Как бы мы успокоились, нагрели место. И вот мы. Нас Бог покрестил. Духом Святым спас нас. А что нам еще нужно? Да что привел в Америку. В страну, где мед и молоко. Ну слава ему за это. Но, братья и сестры, мы еще не достигли цели. Не пришли к цели. Хвала Господу. Хвала Господу. Еще на пути. Мы читаем Луки 19, 12, 13. Я хочу цитировать с английской Библии. В русской там немножко иначе написано. Потребляйте ли как там? В английском написано. Окупайте лайком. То есть, будьте заняты, доколе я приду. Будьте заняты. Покупайте. Доколе я приду. Апостол Павел пишет. Я стремлюсь к цели. В английском языке это слово имеет пять слов. Если я отсюда целюсь, это aim. Но то окончательное назначение цели это goal. По-английски. Цель моего приезда к вам это purpose. Ну и Павел говорит, я стремлюсь к цели. Братья и сестры, у нас впереди цель. Бог поставил цель. А наше задание попасть в эту цель. Слава Ему. Аминь. Господь нас спас. Знаете для чего? Для того, чтобы мы достигли цели. Окончательной цели. Чтобы вести в нас у царство свое. Слава Ему. Не на полпути. Я стремлюсь к цели. Перед нами цель. Несколько лет назад я был в штате Висканцель. В доме той сестры. Тогда она была молодая в Германии. Которая меня кое в чем наставляла. О чем я может скажу после. И там собрались мы на молитву. И около них живет один проповедник с немцев украинских. Он говорит по-украински. И как-то у нас зашла беседа в доме. Впереди или после молитвы. О посте. Когда мы начали говорить о посте. Три дня или пять дней. И так дальше. И семь дней. Этот проповедник начал смеяться. Я не знал почему. И потом он говорит. А разве тебе кушать не хочется, когда ты постишь? Три дня постить это невозможно. Так кушать хочется. И вот эта сестра, в которой в доме мы имели это. Когда я пришел к Господу в Германию. И она мне сказала такие слова. Димитрий. Самое лучшее получить Духа Святого в начале уверования. И через пост и молитву. Благодарю ее за это. Я взял Библию, пошел на гору, в лес. Это было в апреле. Но жаркий был день. Может 35 градусов жары. Я дал обед Богу столько-то времени быть в посте. Без пищи, без воды. И вы знаете, я там ходил, молился, читал Слово Божие на этой горе. В Германии. И сильная жара. Спека по-украински. И я не знаю, где он взялся в этом лесу. Когда у меня уже губы, знаете, высыхали. Не мог даже говорить почти. От жажды. Смотрю, такой течет поток. По шкалистым, знаете, там, по этим камням. Такой, может быть, метр ширины. И я просто наткнулся на него. Я ж такую жажду имел, чтобы упал у него, чтобы он сюда текл. И потом, знаете, когда стоя так, я начал говорить к себе. У меня началась битва двух жажд. Битва. Внутри. Вы переживали такое? Куда? Битва двух жажд. У нас одна жажда Духа Святого, а другая жажда воды. Но я дал обет Богу, что я столько-то времени буду в постель молитве. Я не знал, какая будет погода. И вы знаете, я начал спрашивать себя, Дмитрий, а что тебе дороже? Дух Святый или это вода? Это вода или Дух Святой? Я заплакал и сказал, Дух Святой. И я получил победу. Слава Богу. Когда я вернулся в барак или в казарму, отец там был. Я долго не спал на этой раскладушке американской, но как-то под утро задремал, все время молился. И я слышу голосом, через два дня получишь. Слава Богу. И Бог крестил меня Духом Святым, кажется, на восьмой день после того, как я уверовал. Хвала Господу, братья. И слава Господу. И вот, дорогие, когда этот брат сказал, а разве тебе кушать не хочется? Да, может, хочется еще больше, как натурального. Но дело в том, что цель, и хотим достичь цели. Аллилуйя. А за цель, за это надо платить. Слава Богу. Где мы? Братья и сестры, мы на пути. К вечности. К вечному блаженству. И надо много чего оставить. Мы на пути к переселению в новую страну. И чтобы туда идти, вы знаете, пророк пишет, надо кое-что взять и кое-что оставить. Ну, это другая тема, я только мимоходом говорю. Много чего надо оставить. Правда, нет? Тот, который бежит на бегах, на перегонах, атлет, или как его называют. Ему доктор говорит, жирного не ешь. Ешь фрукты, овощи больше, так дальше упражняйся. И он делает это, чтобы получить какую-то побрякушку. Правда? Но Павел говорит, мы бежим все. Там получают один, а мы все получим. У Господа всем награда есть, слава Ему. Есть? Где мы? Не забудьте, мы на пути. Мы на пути. Перед нами цель. Цель. Многие уже достигли, но мы еще нет. И уже братьями было сказано, борьба, битва. Вы знаете, многие из нас мы понимаем, когда говорим о молитве, ну молитва – просьба. Но молитва имеет пять составных частей, и просьба только одна из них. Но самое важное – это борьба. Если мы в молитве победим, то мы везде победим. Правда? Победим на коленях – везде победим. Как одного юношу спросили, что самое тяжелое в мире делать? Он говорит, Богу молиться и отца и мать кормить, когда они постареют. Это две вещи самые тяжелые. Отец и мать бедные в таком состоянии, как вы были. И прокормили их 16. А 16 не могут отца прокормить. Правда? Нет. Это и факт. И молитва. Молитва, знаете, это тяжелое дело. Я помню наш меньший сын, когда еще малий был хорошо, что не говорил. И мы как-то преклонили колени и долго молились. Когда мы встали, он говорит, я не люблю молиться. Я не люблю молиться. А мама говорит, а чего? У меня рот болит. А кричать не болит. Тогда есть, брат. И когда мы победим молитву, на коленях везде победим. Хвала Господу. Дорогие, я немного перескочу дальше. Но помните, первый вопрос – где мы? Где мы на пути? Вот эти братья перед нами, у которых написано. Многие, хотя здесь не написано, но вы их знали. Мы их знали. Как я употреблял или упоминал брата Левчука. Иван Антонович, да? И других братьев. Они уже ушли. Я помню, в прошлом году, когда я был, это в прошлом, на одной свадьбе в Германии, я сидел между двух епископов. Оба узники. Много лет были в тюрьмах, в пытках были. Они не знали, что я думал. Но я внутри думал, я не достоин сидеть между этими мужами. Что они пережили? Но остались верны Господу. Аллилуйя! Слава Господу! Мы на пути. Брат наш старший, или сказать, отец Авраам, другие братья, другие слуги Божьи, апостолы, пророки и другие, они знали, они времены здесь. Дорогие, не согревайте место очень, очень, очень. Мы времены здесь. Надо покидать. Надо покидать. Я помню, раз читал, второй президент Америки, Джан Адамс. Первый был, вы знаете, Вашингтон. Джан Адамс. И он когда что старелся? Уже старик был. 80 что-то с лишним лет было, что ли. И кто-то пришел к нему, он уже не был президентом. И спрашивает, а как, мистер, how are you, мистер Адамс? Как все идет у вас? Он говорит, мистер Адамс, хорошо, но хижина, в которой он живет, очень дряхлая. И скоро разгрузится, и надо ее оставлять. Это сказал бывший президент. Да, дорогие, мы на пути к цели. Мы на пути, еще в дороге. Если наша пильгримка не окончилась, пусть Бог поможет нам. До всего места Он нам помог. Слава Ему за это. Были очень великие трудности. И Бог помог. Я уже встречал не одного. Особенно первого, еще миграции не было. Но некоторых, может, вы знаете, приехали как-то раньше сюда. Я с ними говорил по несколько часов. Там, когда ветер дул в лицо, там, когда сатана с вилками черной, с врагами, они научились бороться с ним. А здесь приехали, ветер начал дуть в спинку. Тот дьявол, который там, с вилками, с врагами, здесь, с Библией, в хорошем костюме, еще улыбается. И говорит, я верующий. Тот самый дьявол. И ветер в спинку дует, и люди упали. Не устояли. Я помню, братья с Китаем мне рассказывали, когда Китай начал краснеть, они там были. И Бог давал им инструкции через дар пророчества. Не записывайтесь, не берите советских паспортов. Я выведу вас в землю, где течет мед и молоко. Когда это уже осуществлялось, то Господь сказал, я веду вас в такую страну, и хочу увидеть, как вы будете мне служить там. Да, братья? Я не говорю сказки, я здесь, в Северной Америке, уже близко до 50 лет. И желаю быть вам благословением, а вы мне. Хвала Господу. Ну ладно, идем дальше. У меня три вопроса. Второй вопрос. Мы читаем второе Коринфяном, четвертая глава. Второе послание апостола Павла Коринфяном. Четвертая глава. И седьмой стих такой. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывая Богу, а не нам. Второй вопрос. Что мы? Что мы? Библия, Слово Божье, дает нам ответ. Глиняные сосуды. Глиняные сосуды. Мы читаем в начале, Бог все творил. Потом сотворил человека. Библия не говорит, секунда была, минута, но в один день. В один день Бог создал человека. И тому самому Богу, которому понадобилось один день создать человека, работал над Моисеем 80 лет, чтобы сделать из него своего верного служителя. Вы знаете, Моисей имел три сороковки. И сорок у Библии цифра это испытание. У Библии нет цифр напрасных. Каждая цифра имеет значение. И сорок это испытание. И Моисей имел три сороковки. Правда? Три. И вот этому Богу понадобилось, который создал человека в день. 80 лет, чтобы сделать с этого человека вытесать из него служителя Божия, пастора, как их 3-3,5 миллиона людей. 600 тысяч вышло, которые только владели мечом. От 20 до 50 лет. А выше и ниже и дети не считаются. Так что там было большая церковь. Имел много клопотов. Даже, знаете, однажды сказал изглади мое имя из книги жизни. Так было трудно. Трудно было. Но прости им. И воистину он был слуга Божий. Правда? Но я говорю, взяло Богу 80 лет. Он окончил израильскую психологию, египетскую философию, а потом после всего Бог говорит, а я тебя отправлю еще в одну школу. На русском языке называется овцеология. Вы слышали такую науку? Овцеология. Я пошлю тебя в пустыню на 40 лет, такую школу, чтобы ты научился характер овечки. и он научился. Правда? Нет? Хвала Господу. И вы знаете, когда Бог даже разгневался и говорит, отступись, Моисей, от этого народа, я истреблю его в один мир, а из тебя произведу лучший, славнее народа. Да кто бы с нас не прельстился этим? Если бы мне так сказал Господь, то я бы ему сказал, Господи, как можно, но скорее делай. А если бы вы сказали нет, что против, то я бы, что вам сказал? Мне Бог говорил, а ты кто? Но Моисей и этим не прельстился. Говорит, Господи, что скажут люди? Бог вывел и не довел, и Господь, слава Богу, братья, за таких слух Божих. И Господь слушает человека. Хвала ему. Я, дорогие, почему я это говорю? Вы знаете, что очень трудно смирить дерево, когда оно стоит. Скажите, сколько метров это еще, сколько сантиметров. Но его очень легко смирить, когда оно лежит. До миллиметра можно смирить, правда? Я был в таком состоянии, когда Бог меня измерял. Я думал, уже то и другое. И вот, знаете, пришло время, мне Бог благословлял, употреблял, и положил меня на спинку, измерил меня до миллиметра. Знаете, не было времени, я так занят был, даже делом Божьим, некогда было Богу со мной побеседовать. Я был занят. И Господь положил меня на спинку, и я лежу и смотрю вверх. И вот я был в таком состоянии. Знаете, очень важно, братья, очень важно. И Бог положит на спинку, и лежащего так измерит хорошо, ни одного миллиметра лишнего не будет. Слава Ему. Помните, дорогие, мы имеем это драгоценное сокровище, которое Господь нам дал, но носим его в глиняных сосудах. А глиняные сосуды, вы знаете, они могут разбиться. Это вытечет. сокровище разбиться. Поэтому надо осторожно. Как мы поем, берегись ты, мой брат и сестра, берегись. Правда? От начала и до конца. Да? Смотри, как строишь. Кто стоит, берегись, чтобы не упал. Создают такие пословицы или условия, или что им выгодно. Как тебя Бог спас, то делай, что хочешь. Плоти крови так не наследует Царствие Божье. Но нет. Можно утерять. Можно утерять, можно упасть. И поэтому Бог имеет своих слух, которые нас предостерегают. Что мы? Мы глиняные сосуды. Идем дальше. Умирать для себя никогда не было и не легким. В русском языке есть такие выражения со распятие и со воскресенье. Если не будет со распятия со Христом, то не будет и со воскресенья с Ним. Правда? Раньше идет со распятие, вы понимаете эти слова, это великие слова, а потом со воскресенье, не наоборот. Не наоборот. Знаете, когда человек служит дьяволу, или дьявол предлагает ему служить, и мне предлагали тоже, то он сразу показывает тебе корону. Корону. А после покажет тебе что-то другое. Но у Христа наоборот, он покажет тебе крест, а в конце корона. Хвала Господу. Это я говорю по Писанию. Я говорю по Писанию. Когда уже есть мир имела достичь царского величия престола, то ей было учреждено 12 месяцев. Первых 6 месяцев будут натирать тебя мирою. Это горькие травы. и когда выдержишь тогда ароматами. Это все надо пройти. Все надо пройти, братья. Поэтому Иисусе сказал, кто идет за мной и не несет своего креста, не достоин меня. Все надо перойти. И эти натирания, которые сверх пережила, и мир, и горькие травы. И все перейти. Эту печь раскаленную. Все надо перейти. А тогда хороший хлеб. Хороший хлеб. приехал к вам тот брат или тот. А какой запах. Хвала Господу. Но не думайте, что это так бывает. Это надо все перейти. Хвала Господу. И тогда год кончился, и мы говорим по-испански до всего места помог нам Господь. Слава Ему. Халилюйя. Идем дальше. Откроем мы Псалом 102 и читаем 17 и 18 стих. Такие слова. Миложи Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов хранящих завет Его. И помнящих запут Его, чтобы исполнять их. Третий вопрос, так как наша тема три вопроса. кто мы? Кто мы? Статистика говорит нам, что если родители богатые, их дети имеют 80% шанс быть богатыми. Наше богатство, наше наследие быть наследниками царя царей. хвала Господу и милость Господня в веки. Братья и сестры, мы есть то, чем сделал нас Христос. Он сказал, даю вам власть, что свяльте на земле, связано будет в небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небе, и много чего другого. Он назвал нас своими, взял нас себе в удел. И мы есть то, чем Он нас сделал. Хвала Господу. Вы знаете, дорогие, проповедник Евангелия, если не будет иметь этого дерзновения, он будет говорить так, как сказки. Но когда он знает, кто Он есть во Христе, не то, кто я есть натурально, но кто я есть во Христе, кем я поставлен, и что я делаю, и я уверен в том, что я есть во Христе, то это дает нам дерзновение. Можем говорить с дерзновением, слава Богу за это. Аминь. Мы поем, мы дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле. Слава братьям, 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 даже проповедникам, они стараются где-то в Канаде, там, в джунгли, Бритиш-Колумбии, или еще где-либо, или в пустыню, спрятаться, а Христос говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Брат уже упоминал, нам надо еще каяться, мы много чего не сделали. Братья и сестры, есть много еще территорий надо занять. У нас сегодня во власти дьявола, но ее надо штурмовать. И это дало даже не ангелам, но таким, как вы, и я. Я помню, рассказывали, когда одного человека брали на войну, а он говорит, а что там делать? Ну что, бить врага? А он говорит, так вы его приведите сюда, я буду здесь бить. Зачем мне туда идти? Но так оно не есть. Мы обязаны идти грешников мы обязаны. Иногда покидаем семью, жен, детей, много чего. Теряем здоровье, бывайте деньги и так дальше. Но чтобы исполнить волю Божию, зная, кто мы. Кто мы? Когда Иисус все совершил, доручил этим, было сначала двенадцать, потом одиннадцать, вознесся на небо, предстал, принес все, совершил отцу. А кого ты там оставил? Одиннадцать. Верных одиннадцать. А если они не сделают, кто сделает? Им поручено. И Павел говорит Тимохвею, тот, что ты слышал от меня, передай верным людям, которые были бы способны других научить. Это поручено людям. Как я сказал вам вчера, я был в Бразилии, порядочно бывал. И знаете, 80 лет назад туда зашло полное Евангелие. и простыми людьми. На сегодняшний день свыше 18 миллионов пятидесятников в этой стране. Простые братья, даже полуграмотные или совсем неграмотные. Но они делают нечто такое, что вырывает почти из рук сатаны души для Царствия Божия. Хвала Господу. Мы заняты величайшим и важнейшим в мире деле спасения душ человеческих. Хвала Господу за это. Кто мы? Мы дети Божьи. Мы рожденные и от Духа Святого, от Слова Божьего. Он назвал нас своими и взял нас себе в день. Хвала Ему за это. Я говорю, когда мы пребываем во Христе и исполняем Его волю, мы являемся в дерзновении и пред Богом, и пред людьми. Святого. Где мы на пути? Что мы? Гленные сосуды. Кто мы? Дети Божьи. Слуги Божьи. Мы этим, я не говорю, квасаемся или гордимся, это не наше. Но мы знаем, что да, мы есть то, чем делал нас Христос. Некоторые примеры, где я проповедовал, и надо было встретиться с духом противления, а особенно в Южной Америке, когда я проповедовал, как я сказал, в Бразилии есть около или больше 18 миллионов пятидесятников и более 10 миллионов спиритистов. И бывает такое, что они приходят в собрание и хотят сорвать наши собрания. Я бывал в собраниях таких, они приходят в собраниях. И вам скажу, братья, такой маленький человек, но когда начнешь проповедовать Евангелие под помазанием святого духа, они прячутся, знаете, как солдаты пулеметного огня. Прячутся. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Кто мы? слуги Божьи! Знаете, иногда люди с этим шутят. Но Бог сказал, касающийся вас, касается зеницем ока моего. Он сказал, помелен, не прикасайтесь к помазанникам моим. Хвала Господу за это. Да? Это все делал из нас и у нас Христос. Да? Мы есть наследники, царя, царя, я прочитаю один текст, еще, это в послании Колосянам, первая глава, читаем от 9 по 13 стих, такие слова. Посему и мы, что во днях, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, перенося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечного царства возлюбленного сына своего, в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Хвала Господу за это. Дорогие, я очень рано просыпаюсь, дома я полпятого молюсь всегда. И там так, ну, лежу, еще нет никакого признака рассвета, аптечки уже поют на деревьях. И вы знаете, мне пришла такая мысль, учесть, чего они поют, в честь проходящей ночи или в честь наступающего утра, скажите. И пришла мысль, конечно, в честь приближающего утра. Они поют. Да, дорогие? И мы будем петь в честь приближающего пришествия Иисуса Христа. Слава Ему! Мы дети Божьи. Братья и сестры, мы на пути. Мы изгниленные сосуды. Но по милости Его мы то, чем Он нас сделал. Он сделал нас царями и священниками Бога Всевышнего. Слава Ему!